Всем привет! И у нас с вами сегодня очередная распаковка. Вот такой вот пакетик. Там лежит флешка. Вы это уже знаете из названия. USB флешдрайв. Стоила она 190 рублей. Всего-навсего. И добиралась меньше месяца. Давайте на неё посмотрим. Вот такая вот она красивая. Ну такую даже и подарить в общем-то как бы не стыдно. Посмотрите. Написано, что кожа. Слушайте, ну пахнет кожей. Вряд ли это кожа. Это, конечно, больше похоже на кожзам. Но не воняет. Нормальная такая, мягкая. Да, с этой стороны пахнет немножко кожзамом. А с этой стороны прям как кожей пахнет. Ну в общем приятная штучка. Красивенькая. И вот такая у нас флешечка. Не, ну прикольная. Мне нравится. Флешка у нас на 8 гигабайт. То есть за 190 рублей у нас купить флешку на 8 гигабайт. Ну это совершенно нереально. Просто нереально. Ну и сейчас вы увидите результаты теста. Давайте я сейчас её протестирую. Можно заглянуть внутрь. И вот там мы видим её внутренности. То есть в принципе при желании, при очень большом желании, её туда можно даже и вытащить. Но она там без корпуса. Просто платка. Поэтому вытаскивать её не нужно. А если вытаскивать, то делать это очень аккуратно. Распарывая пошёл. Делать я это не буду. Она и так красивая. Давайте проверим её на честности, на скорости. Посмотрим на эти результаты. Итак, у продавца было заявлено, что флешка у нас 6 класса. На самом деле, вот мы видим 5 мегабайт в секунду. Но это 5 класс. Вообще, если по-честному, это 4. Но вообще, если честно, я ожидал худшего. Я ожидал, что будет 4 мегабайта. А здесь, ну целых 5, нормально. Я не собираюсь пользоваться этой флешкой постоянно. Мне она нужна для того, чтобы кинуть на неё образ Windows. И делать установку с флешки. Потому что образов у меня много разных. И постоянно приходится то один образ, то другой нужен образ. И постоянно переписывать свои хорошие флешки. Но это не совсем хорошо и по времени. Так взял в нужную версию, воткнул, установил и всё. Поэтому для моих целей это как раз то, что нужно. Если вы ищете для таких же целей, ну или что-то подобное, то вполне нормальный вариант. Доверять важные данные, конечно же, таким флешкам нельзя. Да и вообще любым флешкам нельзя. Какими бы там дорогими, крутыми флешки у вас не были, никогда не храните здесь какие-то архивы, ценные документы. Нельзя. Умирает только так. Любые. Абсолютно любые. Не доверяйтесь вот этим штукам. Ну и всё, в принципе. Единственное, что ещё хочу добавить по ней. Она тут немножко болтается. Поэтому когда будете вставлять в порт USB, держать лучше всего не за края, потому что может вот так вот утопиться. А лучше всего держать вот здесь. За кожу. Тогда она никуда не денется. И нормально вставляется. Ну, в принципе, всё. Нормальная флешка. Хорошенькая покупка. Рекомендую. Ссылочка на флешку в описании. Выходите, смотрите, покупайте. Брать можно. Честно. Честно.